итак у нас сегодня видео по электродвигателю мне нужен для моей работы на 2.2 киловатта но если вскрыть что можем увидеть что у него выходит всего три провода а это значит он не подключается на 220 вольт только 380 значит он подключен по схеме на звезду эта схема звезда 380 вольт чем отличается но для легкости запоминания смотрите если вот взять треугольник и три фазы то 220 вольт проходит через каждую обмотку это обмотка это обмотка и это обмотка вот на одну обмотку 220 если смотрим 380 вольт то 380 проходит через 2 обмотки 2 обмотки сюда между фазами 380 тоже нам нужен треугольник включен на 380 это значит что вот эта центральная точка там внутри вот здесь она просто соединена вместе и там и осталось а мне бы нужно все шесть концов эти два эти два эти два потом я их соединю вывести сюда наружу для того чтобы подключить как это делается очень просто вот видно что провода заходят в эту сторону значит на этой стороне скрутка а это значит что мне нужно вот эту крышку с ним надеюсь что она хорошо снимется с подшипника честно говоря еще не пробовал этот электродвигатель в работе а могу в принципе не есть куда подключить 380 но мне нужно подключать на 220 через частотный преобразователь но него можно через конденсатор подключать попытаемся сейчас открыть она он стоит там на подшипнике может плотно быть может не сейчас посмотрим оказалось легко снимается просто вытягивается и все но без люфта как бы все нормально есть тут пружинка прокладка подпружинена собственно и вот эти скрутки сейчас нужно здесь смотрите здесь 4 скрутки вот этот каждый из этих трех проводов заходит заходит сюда и соединяется с обмоточным проводом вот идет проводок и вот с обмоткой соединяется их таких 3 и еще одна большая скрутка где обратные концы обмоток это 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 соединена в один и вот как-то надо на нее попасть ну в принципе я вижу вот один провод вот одна скрутка там второй провод где-то вот тут вторая скрутка где-то тут вот он заходит 3 ну и короче придется все таки срезать вот эту эти соединения веревки и находить скрутку и так чем мы сейчас займемся шаг за шагом потихонечку отрезаем аккуратно или ножом или кусачками только так чтобы ничего не повредить в том месте где есть соединение кембриков там безопасно откусываем дело в том что все веревки они про лаком скрыты и они жесткие поэтому потихонечку сейчас вскрываем ну в принципе вы можете не добираться до конца просто нужно найти где соединяются это вот идет сюда где соединяется 3 отдельных провода вот как кажется не два здесь например заходит проводок и и вот не проводок такой белый кембрик обмотка заходит в белый кембрик и и тут проходит уже в кембрике и заходит все вместе с кабелем который выходит сюда это не а вот я смотрю сюда вот это соединение так мне повезло я прямо с этого начал и сюда попал с одной стороны один кембрик заходит с другой стороны два кембрика заходит а это значит вот здесь соединение 3 обмоток в одном месте собственно что мне нужно я так подозреваю что я попал куда нужно сейчас я еще посмотрю что вот это за почему так много соединений по сути дела 1 2 3 4 5 ну суть не в этом сейчас я посмотрю что здесь разрежу вскрою посмотрю и определюсь я вот скрыл разрезал это соединение и здесь спаяно 3 проводка чтобы определиться что я именно туда попал можно прозвонить мы уже говорили что у нас 380 где бы я не соединял будет звонится но как только я вот это тройное соединение если я не разорву здесь окажется разрыв отдельно каждая если я сейчас раз соединю то звонится должно перестать я сейчас раскручу такое впечатление что он все таки перемотанный изначально заявлено было что обмотка заводская мне кажется на заводе не подпаивают а приплавляют сплавливают контакт методом сплавления в одну точку так ну вот я разъединил теперь видно что я опа контакта нет но зато он где-то должен появиться здесь вот это одна обмотка вот это другая обмотка вот это третья обмотка все пары обмоток я нашел все что нужно это теперь подсоединить ко всем трем по одному проводку по кабельку и вытянуть сюда в дырочку для того чтобы здесь уже собрать три пары последовательно это уже другая история как собрать из шести проводов из шести проводов три обмотки у каждой обмотки по два конца собрать на 220 треугольник схема стандартная как видите два соединяется два соединяется вот таким образом находим соединение выводим сюда ну что же теперь у нас следующий этап соединяем каждый из этих обмоток подпаиваем к проводочку берем хороший паяльник потому что хоть провода и не толстые однако зауживаем скручиваем зауживаем ну собственно все теперь что нужно надеть в кембрик этот уже не годится кембрик одеть в кембрик и протянуть затянуть вот сюда и вывести я взял потоньше специально и вывести сюда в коробку клеммную и так сделать со всеми тремя проводами и я буду ставить термоусадку посмотрю чтобы заходило как то а немножко толчка не улезет ну и в термоусадке буду проводить сюда и так в принципе со всеми тремя проводами обмотал чтобы было еще немножко и механическое крепление ну и плюс пайка для лучшего электрического контакта ну и потом буду уже заводить сюда я уже в кембрик отдел прошел термофеном и усадил и теперь я эти три конца пытаюсь завести сюда нахожу где это возможно и пытаюсь так усадить чтобы она где-то тут так аккуратно легла и после того как аккуратно ляжет я аккуратно его еще вот здесь обязательно веревочками нужно стянуть лучше если это будет веревочка натуральная хэбэшная почему потому что если она синтетическая и сильно нагреется обмотка по какой-то причине суть в том что может и до 150 градусов даже иногда нагреваться лак выдерживает то синтетическая расплавится а хэбэшная останется поэтому конечно не вряд ли это произойдет но вот как-то так я уложил здесь попытаюсь его схватить крышка должна поместить все это вот таким образом и вот так утянул собственно и все и тем теперь еще нужно подписать подписываю я таким образом например здесь ставлю одну рисочку это первая обмотка не видно одну рисочку вот две рисочки здесь три рисочки соответственно сейчас найду соответствующие концы и тоже подпишу на этой части здесь тоже зачищу и подпишу соответственно ответные части этой же этих обмоток а потом нужно будет в звезду соединить соединить первый конец выход 1 с обходом 2 выход 2 с обходом 3 и выход 3 с обходом 1 так по сути дела все как-то так получилось у меня его не очень наверное аккуратно немножко возвышается потому что здесь все три очень мало места по краю пришлось завернуть вот сюда завернуть что я сделал все очень просто взял мягкую алюминиевую проволочку и вот с этой стороны потихонечку заворачивал вытаскивал сюда схватывал веревку и протягивал и тут у меня такие три петли получилось может быть видно раз два три из такого матка я его смазал лаком для того чтобы застыл и уже не терпался ну какой-то там лак у меня дома был ну и все теперь собираю в обратной последовательности ставлю крышку смазал подшипник он продал он хороший у него нет люфта но немножко шелестит поэтому при работе конечно будет звук пока ничего с этим не могу сделать собственно все теперь собираю 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 вот в таком виде потому что здесь пружинка выпадает если так стоит а если если так то все в порядке ну и теперь болтами втягиваю где-то я принес болты ставлю болты тягиваю на место с помощью болтов таким образом можно вывести ну и как я уже сказал у меня теперь смотрите первое вот у меня первая вторая третья обмотка это один конец вот первая вторая третья обмотка вторые концы 1 и что как в треугольник конец 1 соединяю с началом 2 конец 2 соединяю с началом 3 а конец 3 соединяю с началом 1 и так будет треугольник все и сюда подаю или три фазы с 220 с частотного преобразователя или 0 фаза а сюда через конденсатор берем от нуля через конденсатор или от фазы через конденсатор сюда без разницы и так повторяйте подписывайтесь на канал увидимся на канале